Центральная районная больница, пазл без которого невозможно сложить полную картину жизни территории. У Пистяковской ЦРБ все структурные подразделения в одном месте. На трех этажах расположились скорая, поликлиника, терапевтическое отделение. На укомплектованность кадрами не жалуются. Впрочем, наличием молодых специалистов тоже похвастаться не могут. После окончания медакадемии в прошлом году в Пистяки приехал начинающий педиатр. На этом пока все. Автотранспорт у нас это самая больная тема, потому что и скорая помощь, и санитарный транспорт нам просто очень необходим. Мы отдаленный район, приходится маршрутизация пациентов в Шуе, в Иваново, то есть это от 100 километров и выше доставка. И поэтому износ очень высокий. Пациентка Нина Александровна пожаловалась на отсутствие аппарата УЗИ. Руководство ЦРБ пояснилось, сейчас ведутся торги. Совсем скоро оборудование поступит. С другими проблемами дело сложнее. Копились они годами. Везут больного, инфарктника, инсультника, лёжа трясут по такой дороге на 90 километров. Сейчас, кстати говоря, за лето делаем дорогу Шуя-Паль. Этот кусок будет сделан. Вы проверите потом. Вы не на своей машине в хорошей проекте, а лёжа на скорой помощи. Тогда вы поймёте, как это тяжело человеку ехать. Понимаю, но у нас, к сожалению, не только в Пистяках. Я понимаю, но раньше выхаживали здесь всех в Пистяках у нас. Специалисты были все. Здесь, да? Да, здесь были. Хирурги были отличные, педиатры были отличные. Сейчас вообще у нас ни чем бог. Сейчас в области занимаются разработкой оптимальной карты маршрутизации больных, чтобы понимать, куда и с каким недугом можно оперативно доставить пациента. Мы отремонтируем Кеншинскую ЦРБ, поставим географ. Тогда у нас часть уже пациентов сможет ездить, например, на север. По остальным тоже распределим эти все маммографы и эндоскопы у нас. Чтобы мы понимали по каждому жителю, куда мы в каких ситуациях его везём. И на это я хочу наложить карту ещё ремонта дорог. Что касаемо Пестяковской ЦРБ, Станислав Воскресенский попросил посчитать стоимость текущего ремонта первого этажа. Помещения, судя по виду, не приводили в порядок с момента постройки с 1985 года.